Одесса. Последние числа декабря. Но только несколько дней назад городские власти наконец-то установили на Думской площади елку. Вернее, нечто похожее на елку. Огни зажгли в день Святого Николая. Стоимость искусственной конструкции, именуемой елкой, 200 тысяч гривен. Очевидно, с тем расчетом, что хватит ее не на один год. Вот так встречают Новый год и Рождество в США и странах Европы. Праздничное настроение чувствуется на каждой улице, в каждой витрине магазина словом повсюду. Глядя на такую красоту, с легкостью возвращаешься в детство и невольно начинаешь верить в чудеса, проникаясь духом волшебства. А вот это наша одесская елка. На Думской площади соорудили вот такую геометрическую фигуру. Конструкция выполнена из искусственных материалов, от настоящей елки. Разве что зеленый цвет. Ну, как говорится, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Страшно представить, что ждет в 2014 году жители Южной Пальмиры, если центр культурной столицы украсили вот этим. Мне не нравится. Можно было получше бы. Но настоящий все-таки, как бы Новый год, праздник. Елку бы хотелось привычную, но только чтобы она была красивая, ровная, пышная, а то обычно она какая-то так, в одну сторону, вправо, влево или лысая. Огни зажгли поздновато, 19 декабря. Видимо, чтобы раньше времени одесситы не обрадовались и ни в коем случае не прочувствовали новогоднее настроение. А оно и правильно, в стране неразбериха, нечего радоваться. Как передают некоторые источники, елка увенчана новаторской семиконечной голубой фигурой. Но одесситам это напоминает совершенно другое. А некоторые жители города нашли в этом политический подтекст, а точнее, сходство с флагом партии регионов. Подарок из Канады? Нет, я думаю, это подарок от партии регионов. У меня такое ощущение. Что он вам напоминает? Ну, это похоже на кленовый лист, но он же не зеленый, должен быть зеленый, а не голубой. А раз голубой, значит, это понятно. Донецк forever. Верхушка больше похожа на кошку старых древнерусских девиц. Одинокая жемчужина у моря. Мэра нет, бюджета нет. А за кадровыми перестановками в горсовете начисто позабыли об одесситах. Ранее, из года в год, уже в ноябре месяце создавался оргкомитет по подготовке к новогодним праздникам. Но поступила информация, что все-таки и о мэра Брындак подпишет в конце декабря новогоднюю программу. Ну, хотя если программа провалится, то валить вину будет не на кого. Хозяина-то нет.